В школах региона внедряют службы медиации или, говорят другими словами, службы примирения. Это новая форма работы в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В настоящее время такие службы открыты в 80% школ региона. Эта тема стала одной из ключевых в повестке заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ненецком округе. Региональным координатором служб примирения выступает Ненецкий центр развития образования, которое оказывает медиаторам методическую поддержку. Для организации работы служб 38 специалистов в прошлом году прошли обучение. Также обучающий курс по профилактике школьных конфликтов прошли и сами ученики. Задача координатора – это оказание методической помощи образовательным организациям по внедрению и развитию школьных служб примирения. Создана на базе Центра развития образования одно региональное методическое объединение медиаторов, специалистов школьных служб примирения и распоряжением Департамента образования, культуры и спорта утвержден региональный план мероприятий по развитию сети служб школьной медиации в образовательных организациях округа. На заседании был представлен успешный опыт применения медиативных технологий средней общеобразовательной школы номер 5. Служба в школе работает третий год. В нее входит 11 подготовленных специалистов. Направление службы – это создание психологического комфорта всем учащимся, оказавшимся в конфликтных ситуациях, предупреждение повторных правонарушений. Работа службы опирается на принципы добровольности, конфиденциальности, нейтральности. Вот здесь хотела бы я пояснить, что только добровольно обратившийся ребенок, взрослый, родитель и так далее, только с ним работает школьная служба примирения. Не со всеми теми, с кем случилась беда или какие-то проблемы, конфликты, драки, только тот, кто сам туда обратился. По словам детского омбудсмена Риммы Галушиной, далеко не все школьники и их родители знают о существовании служб примирения. Например, родители, которые ко мне обращались по этим проблемам, я им говорю о том, что у нас существует на территории округа, и то, что существует в их организации. Они даже не знают, к кому обратиться, когда обратиться, в какие часы обратиться. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Неницком округе Лариса Свиридова обратила внимание на необходимость профессиональной подготовки специалистов службы медиации и предложила организовать для них стажировку в Пермский край. Я все-таки смотрю на пример Пермского края, которые учредили специальное учреждение с клиническими психологами, с правильно работающими, профессионально работающими. Я думаю, может быть, на стажировку нам отправить туда людей. Потому что там реально они занимаются 10 лет, они успешные, это не так далеко. Просто, чтобы люди поехали туда, и прямо этого опыта, вот конкретно на мотельных занятиях и на опыте посмотрели, как это профессионально делается, а не так, чтобы прочитали, дистанционно там где-то это увидели, детей привлекли. Потому что мы понимаем, что конфликты есть. Школьная служба примирения является новой формой работы в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В настоящее время такие службы открыты в 80% школ Неницкого округа. Ирина Нежалова, Вадим Стасек, Телеканал Север.